Ожидание первенца – трепетный период. И, к сожалению, он может быть омрачен теми или иными обстоятельствами. Пока родственники гадают, на кого же будет похож малыш, будущая мама и папа молятся, чтобы все шло по плану. И повторяют как мантру «Лишь бы здоров». Увы, она не всегда срабатывает. Семь месяцев назад Сара Хеллер и Крис Эйдом, пара из Небраски, США, стали родителями мальчика по имени Броди. Еще на 24 недели беременности они узнали, что в развитии их ребенка есть нечто необычное. УЗИ показала двустороннюю расщелину губы и неба. Сара и Крис были ошеломлены. Но диагноз приняли по-своему. Врачи спросили, хотят ли они сделать аборт. Пара отказалась. Это нормально – гордиться своим ребенком, несмотря ни на что. Мы хотели показать, что снимки УЗИ, с выписки из роддома и первого года жизни могут отличаться от того, что люди выкладывают в Фейсбук и Инстаграм. Нами руководило желание распространять информацию о патологии сына. Делится Сара. Статистика удручает. Каждый год рождается 2 650 младенцев с волчьей пастью. С заячьей губой – 4 400. Такие детки проходят множество операций и терапевтических процедур, чтобы научиться есть и говорить. Сара и Крис постоянно загружают фотографии броди в социальные сети. Но однажды в Инстаграм появился обескураживающий комментарий. Незнакомец спросил, что у него с лицом. По словам мамы мальчика, ее не столько потрясли слова, как осознание того, что она не готова защищать внешность сына. Я выбрала эту тактику. Она гораздо лучше, чем конфронтация. Мне кажется, такой способ действий когда-то выберет и броди. Я хочу, чтобы он выступал адвокатом других детей с расщелиной, у которых еще нет сил защитить себя самостоятельно. Недавно Сара взяла броди на ужин с подругами. В какой-то момент официант принес, как показалось, салфетку. Но в ней женщина обнаружила чек. Она не могла понять, что происходит. Ей подарили 1 доллар 0.00. В строке заметок было написано, для прекрасного ребенка, у меня слезы потекли ручьем. То, что я ощутила, неописуемо. Щедрый и неожиданный подарок помог паре оплатить медицинские расходы. Последняя операция прошла 3 января, мальчику восстанавливали губы. Броди быстро идет на поправку и ждет следующей процедуры. Ее совершат, когда ему исполнится 9-12 месяцев. Нам пишут люди со всей планеты, они молятся за нас. Просят связываться с ними, если нам что-то нужно. Это потрясающий опыт. Уверены, однажды и Броди станет большой поддержкой для деток с проблемами со здоровьем. А пока желаем ему успешно преодолеть все операции. Расщелина губы и небо формируются как следствие того, что ткани не срастаются в период эмбрионального развития. Медики до сих не могут объяснить, почему так происходит. Сара не набросилась на незнакомца, а взялась обучать.